Для вязания нужен двухугольный деккер. Две иглы у нас остаются краем. Одна краевая, вторая будет принимать участие в узоре. И берем двухугольный деккер, переносим две петли на соседнюю углу. Перенесли, берем следующие две, переносим на соседнюю углу. Перенесли, все иглы ставим в рабочее положение. Провязываем один ряд. Каретка у нас переезжает в правую сторону. И мы переносим иглы в другую сторону. То есть мы каждый раз делаем перенос петель в сторону противоположной от каретки. Либо в сторону каретки, смотря от того, с какого места мы начали делать перенос петель. Итак, две остаются. Берем двухугольный деккер и иглу, вот эту петлю, которую у меня с накидами, переносим в сторону. То есть мы образовали новый накид, старый накид, надели на соседнюю иглу. То есть запутать тут сложно. Каждый раз мы две петли переносим сначала влево, потом вправо, влево, вправо, влево, вправо. То есть никаких центральных столбиков, ничего тут нет. То есть две иглы в одну сторону, две иглы в другую сторону. Каждый раз у нас две иглы работают, одна свободно. Можно немножко подтягивать пальцем, поддерживать, чтобы петли не прилетались. Тогда петли будут хорошо сниматься с игл и не сцепляться. Да, придется переносить петли каждый раз. Все сделали. Петли, игла в работу, один ряд. Каретка слева, игла переносится в правую сторону. Две иглы в краевых в данном случае. И те же две петли мы пересаживаем в другом направлении. Сильную оттяжку делать не стоит, чтобы не перетягивать полотно. Поэтому рекомендую поддерживать пальцем. Рыхлые петли могут застревать при переносе. Узор требует усидчивости и достаточно много времени. Но если вы не хотите так сложно переносить все изделие, вы можете выполнить отделку, полосочку, небольшой фрагмент, небольшую деталь в качестве такой отделки. Но если приноровиться, то достаточно быстро все это выполняется. Поэтому попробуйте, посмотрите. Особо думать тут не надо, потому что переносится каждый раз вторая пара. Одну надели, вторую перенесли. Никаких сложностей, никак запутаться в этом узоре не получится. И каждый раз мы делаем перенос петель в сторону, либо противоположную от каретки, как у меня, либо в сторону каретки. Еще раз, в зависимости от того, как вы начали переносить петли в первом ряду. Ряд провязали. Теперь я делаю перенос от каретки в левую сторону. Добавляем две иглы и переносим следующие петли по ровно тому же принципу. Получается очень симпатичный узор и с лица, и с изнанки. Вязать его надо на максимально рыхлой плотности, чтобы получить самый эффектный вид узора.